Девушки отдыхают 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 Василий Великий принадлежал к знатному состоятельному роду. Но главное, его предки были верными христианами, которые прошли эпоху гонений. В его семье были и мученики, и исповедники. Он принадлежал к такому аристократическому срезу людей, весьма состоятельных, обладавших большими территориями, в личной собственности. И все это делало возможным получение имя первоклассного образования. Получать первоклассное образование Василий поехал в Афины. В то время это был город-университет, главный центр учености. Кембридж и Оксфорд два в одном. Если бы мы искали какие-то истоки университетскому образованию, то есть по такой школе, в которой преподавались бы различные науки. И риторика, и грамматика, и математика, то именно такой школой и были Афины. Там же учились и будущие императоры. В Афины Василий прибыл вскоре после Григория Назианзина, то есть Григория из города Назианц, будущего Григория Богослова. Студенты подружились. Благодаря товарищу Василий даже избежал обязательного шуточного ритуала для новичков. Похода в баню в сопровождении криков и насмешек товарищей. Вот эти вот практики инициации в случае с Василием не сработали, потому что встретившие его ученики афинских школ сразу в нем признали какую-то зрелость не по годам. И в общем не рискнули всерьез предпринимать принятые неофициальным студенческим протоколом вещи. Василий и Григорий на всю жизнь останутся лучшими друзьями. И уже тогда, в юности, они стремились к одному и тому же. Вместе ходили лишь двумя дорогами – в храм и к преподавателям. Главное, что они освоили здесь в совершенстве – это владение словом, риторика. И это поможет им стать великими богословами всех времен. Главным содержанием вот этой высшей ступени образования была наука наук античности, в особенности поздней античности, искусство, слово, ну или то, что нам известно как риторика. Но не в профанном смысле значения этого слова, а в ее содержательном измерении. Искусство убеждения, искусство преобразования человеческого сообщества и, возможно, воздействия на ход событий, в том числе и на историю. Окончив курс в Афинах, Василий Великий вернулся на родину, в Кесарию, и пошел работать учителем. Его младший брат, тоже великий, богослов древности Григорий Низкий, подшучивал, подтрунивал над ним. Он говорил, что Василий увлекся своим успехом как учитель риторики и, может быть, слишком позабыл о церкви. Но проехав по Египту, Сирии и Палестине и увидев, как живут великие подвижники, Василий решил во всем им подражать. Он поселился в отдаленных землях своего родового поместья на берегу реки. Вместе с несколькими иноками он проводил там свои дни в трудах и молитвах. Письмом он вызвал своего друга Григория, и вскоре тот присоединился к аскетической практике. На севере нынешней Турции, на берегу реки Ирис, на склоне горы, в общем, совершенная глушь. И он там образовал такой маленький, что называется аскетирион, место для монашеского уединения. И вот с небольшими перерывами на протяжении лет 5-7 он там совершал вот такие монашеские подвиги. Молитва как продолжение, погружение в священное слово, погружение в божественное откровение, которое Василий, святоварищи понимали как изучение и исследование священного писания. Василий Великий был епископом Кесарей Каппадокийской, митрополитом Кесарей Каппадокийской. Она была в то время важным городом, центром как раз того Каппадокийского региона, в котором появилось, сосредоточилось Каппадокийское богословие. Это горы и стуфа, в которых очень легко высекаются пещеры, кельи, устраиваются трапезные храмы. Космический пейзаж. Но сейчас он космический, а во времена святителя Василия Великого он был более умеренный, потому что в тех местах процветало земледелие. И те места, которые сейчас во многом оказываются пустынными, в то время были очень наполнены садами. Они питались самой скромной пищей, жили без очага, сами сажали и поливали деревья, и обтесывали камни. А главное, постоянно вчитывались в священное писание. Освятитель Василий Великий воспитывал братьев, воспитывал верующих, воспитывал прихожан, и погружал их, можно сказать, в стихию богословия. И это богословие было неотделимо от духовного подвига. И святитель Василий Великий призывал к внутреннему совершенству, к вниманию самому себе. То есть если античная формула была такой «познай самого себя, чтобы познать языческих богов», то святитель Василий Великий заменяет эту формулу такой «просехис и автоины просехис то фео». Внимли самому себе, чтобы внимать Богу. Тогда, в IV веке, к уединенной молитвенной жизни устремились многие. Узнав о подвигах Василия, рядом с ним, на берегах реки Ирис, стали селиться отшельники и возникать монастыри. Причем Василий Великий не только стал родоначальником монашества в Каппадокии, но и составил собственное правило для иноческих общин. В ранней редакции правил Василия Великого можно было увидеть такое учение о взаимном послушании, когда все должны были друг друга слушаться. Но в более поздней редакции более ясно звучит идея о необходимости послушания братья Игумена. Это соответствует естественному росту. Когда монастырь начинает устрояться, то Игумен хочет проявить предельное смирение, кротость, и уступить во всем братье, и нет необходимости, чтобы братье жестко слушалось его, потому что иначе просто вся братья разбежится. Но потом со временем появляется необходимость в упорядочении взаимоотношений внутри братской общины, и послушание, подчинение Игумену приобретает большее значение. После возвращения в родную Кесарию Василий принял священный сан. Благодаря своему красноречию и неутомимости он быстро стал известен всему краю. А когда в Кесарии настали голодные времена, Василий продал часть своего имущества, чтобы устроить бесплатные столовые для бедных. Он даже сам стоял на раздаче возле котлов с овощами и кормил голодающих горожан. Он отличался тем, что не только сам давал нуждающимся, но он организовал службы взаимопомощи. Если проецировать на сегодняшний день, то мы могли бы сказать, что он был руководителем благотворительных фондов и социально ориентированных некоммерческих организаций. Именно тех организаций, которые помогают систематически и структурированно оказывать помощь нуждающимся. В те времена набирало силу арианство, еретическое течение в церкви, которое упрощало, неверно истолковывало истинное Слово Божие. В времена Василия Великого была тенденция к тому, чтобы сказать, хорошо, второе лицо Святой Троицы Иисус Христос, он единосущен Богу Отцу, но третья ипоста Святой Троицы, Святой Дух, она явно меньше первых двух лиц Святой Троицы. И как раз в трактате о Святом Духе святитель Василий Великий раскрывает и защищает божество Святаго Духа и равночестность Святаго Духа первым двум лицам Святой Троицы. Можно говорить, что это своего рода рационализация тайны христианства, попытков уложить в человеческую логику, в человеческие представления ту тайну, то непостижимое, то, что является предметом веры, предметом пования. Так что ариянское богословие – это богословие такое антропогенное и человеко-соразмерное. И вот между этими партиями, между этими подходами проходила очень непримиримая вражда на протяжении полувека. Ариянство поддержал и новый император восточной части Римской империи – Валент. И его политика ведения церковно-государственных отношений сводилась к тому, что он всячески притеснял православный епископат ссылками, смещением с кафедр, удалением. Древние источники описывают в том числе и какие-то случаи прямых арестов, пыток и в том числе убийств. Оказавшись в Кесарии, Валент пытался склонить на сторону юридиков и святителя Василия. Но, к изумлению самодержца, ни уговоры, ни обещания, ни даже угрозы не подействовали. Ведь Василий был по-настоящему свободен. Ничего, кроме волосяного рубища и нескольких книг, у него не было. О смерти он не боялся. К Василию был направлен высокопоставленный чиновник, отвечавший за группу провинций по имени Модест. И явился он с предписанием от императора Валента с тем, чтобы Василий отдал бы должные почести правящему императору. На что вот знаменитая фраза Василия, он говорит, я сам божья тварь и имею повеление быть богом, стать богом. И поэтому воздаю поклонение только богу. Император невольно проник с уважением к неустрашимому подвижнику и с тех пор был к нему благосклонен. Хотя для православных это и не означало полной победы. Чтобы избежать засилия Ариан в Каппадокии, архиепископ Василий назначал на ключевые кафедры преданных ему людей. Он даже уговорил принять сан епископа и давнего друга Григория Назиандина. Как борец с Арианством, конечно же, он способствовал тому, чтобы на епископские кафедры ставились люди православного мировоззрения. Григорий Богослов не мог отказать другу. Он вообще был мягким человеком и частенько уступал чьим-то просьбам. Отца, друзей, а потом жалел об этом. Так было и с принятием священного сана за много лет до этого. Сделать Григория пресвитером в его родном городе Назианди решил его престарелый отец, епископ, который нуждался в помощнике. Если как-то пытаться себе представить характер Григория в сравнении с характером Василия, ну, он, наверное, такой вот человек более интровертного склада, более погруженный в себя, более созерцательный, более поэтический. И вот эта вот поэтическая сторона его натуры, его характера, его личности, она нашла выражение в том, что он создавал поэтические богословские сочинения в том числе. Для него внешнее поприще, деятельное, сопряженное с многими испытаниями и со многими трудностями, действительно было не вполне свойственно и не то, к чему он стремился, в отличие от Василия. Да, конечно. В меньшей степени практика, больше теоретика. Рукоположение в епископы придуманной кафедры и вовсе стало для Григория одним из самых тяжелых моментов жизни. Григория Богослова он, вопреки желаниям последнего, поставил епископом в глухой деревне, в глухом поселке на пересечение второстепенных дорог просто с тем, чтобы усилить своих сторонников в епископатии. И для Григория это была трагическая, в общем, насильственная мера со стороны друга. Он очень болезненно это переживал, и она отозвалась неприятно в его последующей биографии. Григорий всегда хотел проводить больше времени с рукописями, чем с людьми. Искал безмолвия и уединения, возможности сосредоточиться на главном – размышлении о Боге. Этот мистик, писавший сочинения в поэтической форме, очень сильно повлиял на последующее поколение христианских гимнографов. Известно, что начальные слова его проповеди на Богоявление «Христос рождается славите» легли в основу соответствующего канона на Рождество. Его проповедь Григория Богослова легла в основу пасхального канона, написанного святым Иоанном Дамаскиным. Но в свое время вероятнее всего, что его сочинения не всеми были поняты, как и самоличность. Василий Великий прожил всего 49 лет. Его скоропостижная смерть стала страшным ударом для Григория. Он погрузился в печаль, в письмах жаловался на свою горькую жизнь. Но ему самому еще предстояло совершить многое. На престол Византийской империи тогда взошел новый император – Феодосий, покровитель православных. И Григория пригласили в столицу. Вскоре после смерти своего друга Василия Великого Григорий Богослов прибыл в Константинополь. На тот момент здесь было в буквальном смысле гнездо еретиков. Арианам принадлежали все столичные храмы. И Григорий осмелился в одиночку им противостоять. В одном из обычных жилых домов Григорий устроил небольшую церковь, где вокруг него сплотилась крошечная община православных. Григорий был при этом уже известным богословом и известным борцом за православие, борцом за никейское исповедание. Поэтому его кандидатура и его привлечение в столицу были мотивированы этими обстоятельствами. Его главная задача, ради которой его приглашали, была подготовить элиты столицы к перемене политического курса в отношении церкви. И курс этот обозначен был подготовкой Вселенского Собора, Православного Собора, который подтвердил решение и продолжил решение Первого Вселенского Собора, не кейского. И во всем этом процессе Григорий выступал в качестве главного богослова, можем сказать, идеолога, того, кто готовил такую богословскую платформу для очень скоро грядущих перемен. Такое мужество не каждый бы решился, так как у Ариан в то время был очень сильный административный ресурс в лице власти действующей, тем более в Константинополе. И фактически один храм был, где услужил именно Григорий, где были, получается, антиариане православные. В Константинополе Григорий провел два с половиной года. Это был и пик его церковной деятельности, и расцвет богословского творчества. Именно в это время он написал половину своих произведений, в том числе поэму о своей жизни, в которой подробно рассказал о превратностях судьбы. Его Константинопольский период в это время, ну это его акме, это его самый полный жизненный расцвет. Расцвет всех его дарований, всех его способностей и осуществления всех тех ожиданий, которые он, возможно, питал на протяжении предшествующей жизни. К этому времени ему около 50, может быть, слегка за 50. Он действительно во всеоружии церковного богослова, писателя и епископа, архиерея, он сочетает вот эти все свои призвания и, может быть, тем умножает их многократно. Пробовать Григория Богослова в Константинополе вызвало бурю возмущения. Как писал сам святитель, весь город восстал против меня. Ведь верующие подумали, что говоря о Святой Троице, Григорий проповедует многобожие. Но постепенно все разъяснилось. Красноречие святителя, его глубокие познания, а главное, кроткий характер привлекали к нему людей. И вот уже сотни верующих стали переходить на его сторону. Так что церковь уже не вмещала толпы новых прихожан. Чего только не замышляли еретики Ариане, чтобы вернуть свою паству. Они врывались в храм к Григорию Богослову с палками и даже кидались с него камнями. О том, как в него метали камни в церкви, он не забудет до конца своих дней. И не раз будет упоминать этот случай в письмах и сочинениях. Но в конце концов император Феодосий распорядился вернуть православным Святую Софию, как сказали бы сейчас Кафедральный собор Константинополя. И сам лично привел туда Григория. Большая часть храма в Константинополе в то время принадлежала Арианам. Сам он даже сокрушался, что когда его вводили в Святую Софию, то понадобилось поставить вооруженную охрану в несколько рядов, и толпы стекающегося к храму народа не самые лестные в адрес него высказывали благопожелания. Обе церковные партии, и Ариане, и Анти-Ариане, продолжали упрекать друг друга в ересе. Он очень храбро пишет о том, что есть два Рима, или два Града. Есть Древний Рим, то есть Рим Первый, и есть Рим Второй, Константинополь. И Второй Рим, Константинополь, он теряет свою силу, свое значение в силу отступления от веры, в силу того, что он захвачит Арианами. Можно сказать, Святой Григорий Богослов выступает таким своеобразным судьей для столичного Града, для столицы Византии. Богословские споры стали частью повседневной жизни города. Святой Григорий Низкий говорил о Константинополе того времени. Повсюду полно таких людей, которые рассуждают о непостижимых предметах на улицах, рынках, площадях, перекрестках. Спросишь, сколько нужно заплатить? Философствуют о рожденном и нерожденном. Хочешь узнать о цене хлеба? Отвечает. Отец больше сына. Справишься, готова ли баня? Говорят, сын произошел из ничего. Если смотреть на эти внутрихристианские разногласия, то третьей силой выступала государство, выступала империя. И она делала ставку в зависимости от предпочтения того или иного императора, делала ставку либо на ту партию, либо на другую. И вопрос заключался в том, удастся ли той или иной партии получить своего императора. Или убедить императора в собственной правде. Ну вот, драматический этап этой борьбы – это время самой активной жизни Василия и Григория Богослова, 70-е годы, когда официальная светская политика поддерживала арианское богословие, арианский епископат, арианскую церковь. А православные бились на разных фронтах, на идейном фронте, на внутрицерковном фронте, на политическом, бились с этой ситуацией. Чтобы покончить со спорами и разделениями, и был созван собор, который получил название Второго Вселенского. Иерархи, съехавшиеся в столицу со всех концов империи, решили предать ересь арианства анафеме, а Григория признали законным архиепископом Константинополя. День интронизации стал одним из самых светлых моментов его жизни. Он любил вспоминать о том, как все горожане, и чиновники, и чернь, и мужчины, и женщины громко требовали его избрания. Так что это было почти неприлично. Но вскоре на собор приехали египетские епископы, противники Григория, и снова начались споры и разногласия. И тогда святитель сложил с себя полномочия архиепископа. Не желая продолжать борьбу за власть, он удалился к себе на родину, в Назианц. По сути дела, то, с чего он начинал, со своих странствий вдоль Понтийского моря, где он, прислушиваясь к шуму морских волн, находясь среди зарослей Понтийских лесов и размышляя о божественном, к этому же вернулся, завершая жизнь свою в уединении, в тишине. Иоанн Златоуст был младшим современником Василия Великого и Григория Богослова. Но с ними, скорее всего, никогда не встречался. Он вырос в Антиохии, учился там у лучших философов и ритеров. Как известно, Антиохия была первым городом, в котором членов церкви стали называть христианами. И, следовательно, это один из древнейших христианских центров и один из крупнейших городов на Ближнем Востоке. Еще в юности Иоанн стал настоящим монахом-отшельником. Несколько лет провел в пещере, сохраняя полное молчание. Достаточно рано он почувствовал тяготение к уединенной жизни. И какое-то время, избегая священства, в его словах о священстве он описывает то, как он пытался избежать этого призвания. Он от этого скрывался, прибегал к различным роду ухищрениям. Но такие экстремальные аскетические подвиги подорвали здоровье молодого человека. Иоанну пришлось вернуться в Антиохию и все-таки принять священный сан. Следующие 12 лет он проведет в родном городе и станет здесь самой популярной личностью. Иоанн Златоуст даст народу хлеба, ежедневно будет кормить при храме до 3000 человек, и зрелищ будет проповедовать дважды в неделю, каждый раз собирая толпы слушателей. Он помогал очень многим людям, приходящим в церковь, оказывал помощь в том числе и язычникам, об этом даже писал потом Иоанн Раступник, что обратить внимание на христианских, священников и епископов, которые не только делятся со своими, но и в том числе и язычникам помогают, ставя примеры языческим христианам. Иоанна заметили на самом верху и позвали в столицу занять освободившуюся Константинопольскую кафедру. Переезд был больше похож на похищение. Из Антиохии его вывезли тайно, чтобы народ не помешал отъезду обожаемого пастыря. Мы видим, насколько задача была фигура, если человека вывозят тайно, чтобы не вызвать возмущения в городе. Мы знаем, и в наше время, когда бывают переводы любимых пастырей, епископов, это всегда бывает непросто, сложно и иногда волнительно. Поэтому, конечно, чтобы избежать этого, поэтому был использован такой метод. Антиохия делится с Константинополем невольно своим самым лучшим, своим сокровищем, можно сказать, такой диадемой. Пускали наиболее ярких людей, и в этом плане Иоанн Златоуст прославился, во-первых, своим красноречием, Хрисостомос, то есть Златоуст, его проповеди, они поражали людей, и он составлял конкуренцию театрам и ипподрому, что сложно представить в любое время, тем более в Римской империи. В Константинополе Иоанн поразился тому, что церковные иерархи живут в роскоши, в то время как вокруг много нищих и обездоленных. Он сразу же урезал несколько статей расходов церковной казны, велел продать все драгоценные серебряные сосуды, ковры, пышные церковные ризы и раздал вырученные деньги бедным. Это прежде всего были одежды с соответствующими знаками отличия. Это могли быть перстни, какие-то короны, многие теперешние элементы богослужебного облачения. Это все императорские регалии, подаренные когда-то от церковной иерархии. И это были не только дорогие богослужебные сосуды, вполне возможно, что это были какие-то сосуды и для личного употребления, которые имелись в наличии у епископата в силу занимаемых должностей. Деньги, которые выделялись на содержание архиепископа, Иоанн тоже тратил на нужды горожан. На них он построил несколько больниц. И все клирики отныне должны были вести такую же скромную жизнь, как и их архиерей. Учитывая, что это город столичный был, выделялось определенное жалование на то, чтобы содержать двор архиерейский, чтобы принимать гостей, среди которых были разные епископы. И тут Иоанн Солдовский, когда пришел, он решил, что можно жить как он, довольно-таки скромно, и ограничил траты на организацию, можно сказать так, и пустил эти деньги на благотворительность, что, конечно, вызвало большой диссонанс, обиду многих иерархов. Эти нововведения архиепископа не одобрили ни светской власти, ни духовенства. Отказываясь от пышных приемов делегаций, роскошных обедов и прочих атрибутов избранности, Иоанн Златоуст вроде как подрывал авторитет самой церкви. Для Златоуста, для человека, для которого путь ко спасению лежал через обнищание ради Христа, богатство служило препятствием. Путь добровольной бедности был залогом ко спасению. Поэтому, конечно, любой церковный служитель, который был умощен дорогими елеями, носил перстень у себя на руке, мог казаться Златоусту, как человек, который пошел на компромисс с этим миром. В столице Иоанн Златоуст так же быстро, как и на родине, завоевал народную любовь. Народ обожал его до такой степени и был настолько ненасытен в слушании его проповедей, что люди подвергали себя опасности в толпе и в давке, писал историк. Проповеди архиепископа то и дело прерывались восторженными криками. Эта любовь к Иосифову проявлялась не только среди людей воцерковленных, которые ходили регулярно в храм, но и среди обывателя, которые приходили просто послушать его слог, его слово, как он говорил. Она проявлялась, наверное, тем, что люди порой выбирали, хотя не все, но все равно выбирали между подробным театром, выбирали храм. Я думаю, это ключевой показатель, если принести на наше время, например, матч Лиги чемпионов, либо там Падение. Иоанн Златоуст со всей мощью своего проповеднического дара обличал столичные нравы распущенность, пьянство и разврат. Здесь действительно Иоанн Златоуста можно уподобить такому ветхосоветному пророку, как Илья в свое время. Он обличал всех, не ставя разбора между простыми людьми либо властимущими. Всю эту площадь раньше занимал главный развлекательный центр Константинополя, ипподром. На его трибунах собиралось по 100 тысяч человек, чтобы наблюдать за гонками колесниц, точно так же, как сегодня смотрят за заездами Формулы-1. И страсти кипели такие же. Иоанн Златоуст всегда обличал эти азартные развлечения и у себя на родине в Антиохии, и здесь, в столице. Особенно его поразило, когда в Великую Пятницу, в день крестной смерти Спасителя, он увидел, что здесь, на ипподроме, собралось больше зрителей, чем молящихся в храме Святой Софии, что в двух шагах отсюда. Иоанн Златоуст не побоялся даже пойти на открытый конфликт с императорским домом. Когда супруга-самодержца, Евдоксия, отобрала владение у вдовы опального вельмона, Иоанн во всеуслышание сравнил ее с алчной ветхозаветной царицей Иезавелью. Было ясно, что теперь император сделает все, чтобы изгнать нелояльного архиепископа из Константинополя. И вскоре он собрал в своей летней резиденции на другой стороне Босфора 30 епископов, которые заочно лишили Сана и Иоанна Златоуста. И уже в 404 году организуется специальный такой вот церковный собор. Собор этот имеет название в истории при дубе, по-гречески эпидрюи, иногда под дубом, возле дуба, вокруг дуба, при дубе, неважно. В общем, в одной резиденции, императорской резиденции на территории Малой Азии, где на него возводятся ложные обвинения, но за этими обвинениями стоит просто неприятие, желание его сместить с кафедры. Власти тут же увезли Иоанна Златоуста из города, правда, недалеко, опасаясь народных волнений. И действительно, решение незаконного собора всколыхнуло Константинополь, начались беспорядки. Пришлось даже ввести военное положение и срочно вернуть Иоанна обратно. Когда пастырь уже ночью возвращался в Константинополь, в бухте его встречали тысячи факелов на берегу и на воде. Это была его преданная паства. Но идиллия продолжалась недолго. Вскоре императрица Евдоксия потребовала установить свою статую прямо в центре Константинополя, как бы демонстрируя, кто здесь власть. Колонна, которая сегодня стоит у самого входа в Святую Софию, та самая. На ней и установили серебряную статую императрицы. Здесь до сих пор хорошо читается ее имя. Элия Евдоксия. Статую открывали торжественно, с языческими обрядами, плясками и народными гуляниями, которые продолжались несколько дней. И, в конце концов, Иоанн Златоуст разразился обличающей речью, припомнив, кажется, всех нечестивых женщин Ветхого и Нового Завета. Это был еще один вполне прозрачный намек на императрицу Евдоксию. Он явно пришелся не ко двору. Это было понятно и ему, и императрице Евдоксии, которая не взлюбила его именно за красноречие, за то, что он, сравнивая ее с Иродиадой, которая вновь и вновь беснуется, совершая то или иное празднество. Когда об этой крамольной проповеди узнал император, он решил раз и навсегда покончить с мятежным архиепископом. Верующие снова заволновались. Всю ночь горожане сторожили храм Святой Софии, где находился святитель, чтобы его не увезли оттуда насильно. Но все было напрасно. Император подписал указ об окончательном лишении должности и ссылке святителя. И хотя паства по-прежнему была за него полный храм Святой Софии, Иоанн Златоуст решил подчиниться воле императора и не поднимать очередную смуту. Он велел привязать своего ослика у западных дверей храма, а сам вышел через восточный и никем не замеченным пробрался в порт. Здесь он сел на корабль и отправился в ссылку в далекую глухую армянскую деревушку. Как только Иоанн Златоуст покинул Константинополь, Святая София загорелась, пожар охватил весь центр города. Потом здесь прошел сильнейший град, а вскоре после отъезда святителя императрица Евдоксия умерла родами. Всю эту череду драматических событий современники восприняли как явную кару Божию. Иоанн Златоуст блестящий столичный проповедник и пастырь любимый тысячами христиан доживал свой век в глухой деревушке Кукуз. И даже оттуда его сослали еще дальше. Немощный, прикованный к постели Иоанн был вынужден отправиться в Питиунт нынешнюю Пицунду в Абхазии. Но к месту назначения он так и не прибыл. Скончался в дороге. Иоанн Златоуст пользовался огромным почетным народом, который мог за своего архиерея даже разорвать. И он принял со смирением то решение, которое было, конечно же, недослужимым. И здесь мы видим то, что важно каждому из нас не просто словом, а делом подражания Христу, то, что отличает святых. Из трех святителей двое составили свой чин литургии, главного богослужения христианской церкви. Ведь до них церковные службы не имели общего канона. Литургии в середине IV века было много. Более того, памятники II-III века говорят нам о том, что предстоятель церкви произносил устно длинную молитву, собственно, ту молитву благодарения, которую мы сейчас называем евхаристической. И она могла варьироваться не просто от места к месту, но и от епископа к епископу, от пророка к пророку. Обе эти службы используются в нашей церкви до сих пор. Литургия Иоанна Златоуста – та самая, что каждое воскресенье служится в каждом православном храме. И литургия Василия Великого – более продолжительная и торжественная, служится несколько раз в году. Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Этих трех служителей Божиих не случайно называют еще столпами веры. Ведь в эпоху перемен, в которой они жили, в те десятилетия, когда будущее всей церкви определялось на века вперед, именно они смогли своей ученостью, праведностью и самоотверженностью утвердить истинное христианство и показать всему миру его красоту и гармонию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова